Христос сказал, «Блаженные, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Я думаю, что никто со мной не будет спорить, если я скажу, что весь мир сегодня находится в погоне за счастьем. Скажите, кто из нас не желает быть счастливым человеком? Это желание и страсть найти счастье является мотивом и поводом всякому нашему действию. Оно побуждает все наши труды и все наши усилия. Все в нашем мире рассчитано дать счастье людям. Но вся трагедия в том, дорогие мои, что хотя люди и стремятся, и все делают, чтобы приобрести это счастье, они никак ее не могут найти. Стоит лишь посмотреть на жалкое состояние нашего мира, чтобы в этом убедиться. Всюду вражда, распри, недружелюбие, ненависть, войны и убийства. Врагами дома стали ее же члены. В чем же дело? Где причина этому жалкому положению вещей? Я думаю, что нам поможет ответить на этот вопрос слова нашего текста. Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. И вот немедленно возникает вопрос. А что значит жаждать и алкать правды? На этот вопрос Божьей помощью мы и постараемся сегодня ответить. В первую очередь посмотрим, что этим Христос не хотел сказать. Заметьте, что Господь не говорит нам, чтобы мы жаждали и алчили блаженства, благословения или счастья. Не за счастьем должны мы жаждать, и тем не менее большинство людей это именно и делают. Мы поставили перед собой целью приобрести благословения и счастье, и поэтому мы их не находим. Нигде в Писании не сказано, чтобы мы искали счастье как таковое, хотя это именно Бог и желает нам дать. Счастье находит тот, который ищет нечто другое. Он ищет правды. Поставив счастье цели всего своего приобретения, люди ее не находят по той простой причине, что они поставили ее перед праведностью. Такое искание суждено на полную неудачу. Так нас учит вся Библия. Счастливы только те, которые ищут и жаждут праведности. Но поставьте счастье на место праведности, и вы его никогда не найдете. Представьте себе человека, испытывающего какую-нибудь боль. Боль ведь не что иное, как сигнал, усмотренный природой дать нам знать, что что-то у нас не в порядке, не все обстоит благополучно. Никто не любит испытывать боли, почему мы сразу и начинаем искать средства и способы ее облегчить. Мы предпринимаем всевозможные меры, чтобы эта боль прекратилась. И жалок тот врач, который только пытается облегчить боль без того, чтобы узнать причину ее. Первая задача и обязанность врача – найти причину боли и начать лечить эту болезнь. Можно до некоторой степени удалить боль. Но если болезнь, причиняющая эту боль, остается не леченной, то скажите, какая польза от такого средства? В этом именно и является вся трагедия нашего мира. Грешник говорит, я хочу избавиться от боли моей душевной пустоты. Я пойду в кино, или пойду и выпью, или сделаю то или иное, чтобы заглушить эту тоску. Это ужасное мучение и чувство неудовлетворенности. Но, дорогие мои, это не поможет. Основной вопрос не разрешен. Сама болезнь осталась. Так что не те, которые жаждут и алчают счастье блаженны, но блаженны алчащие и жаждущие правды, ибо они и только они насытятся. То же самое можно сказать о многих, называющих себя христианами. Какое большое число верующих всю свою жизнь ищут то, чего никак не могут найти. Они ищут какое-то особое благословение, какое-то духовное счастье. Они идут одного собрания в другое, читают и ту, и другую книгу, всегда надеясь, что они получат эту чудную вещь. Это переживание или опыт, который исполнит их радостью и который перельется в какой-то ожидаемый ими экстаз. Они слышали, что другие имели подобные переживания, но сами они никак не могут его получить. И так они ищут его, жаждут его, всегда за ним стремятся, но никак не могут его найти. И не мудрено. Нам не сказано, чтобы мы жаждали и алчали какое-то переживание или даже благословение. Нет, дорогие мои. Если мы желаем действительно получить Божие благословение, то мы должны жаждать и алкать правды Божьей. Возлюбленные, мы не имеем права ставить ни благословение, ни счастье, ни какой-нибудь опыт на первом месте. Нет, все это Бог даст ищущим правды. О, если бы люди следовали простого указания Слова Божия, то не было бы столько утраты веры и разочарования. Все эти духовные опыты и переживания являются дарами Божьими, и Бог их наделяет так, как Ему угодно, но мы их не должны искать. Что нам нужно, падче всего, искать и жаждать – это правды Божьей. Ну, а какой же правде говорит здесь Христос? Под правдой тут, разумеется, и праведность, и святость Божьей. Иначе говоря, жаждать и алкать правды значит иметь сильное желание освободиться от греха во всех его видах и во всех его проявлениях. Это значит освободиться от греха, потому что грех отделяет человека от Бога. Поэтому в конечном итоге эта жажда и алчба, о которых говорит Христос, значит быть в правильных взаимоотношениях с Богом. Это и есть основное значение этого четвертого блаженной Христа. И вот мы видим, что человек по причине своего греха не в правильных отношениях с Богом. Не мудрено, что у него ничего не складывается, но как скоро это отношение с Богом урегулировано верой в Иисуса Христа, тогда все начинает принимать новое значение, и он находит смысл жизни. Но посмотрите дальше, что значит алкать и жаждать. Заметьте, что сама эта алчба и жажда говорит нам, что сами мы никак не можем достичь этой праведности и святости нашими собственными усилиями. Иначе говоря, этот недостаток кто-то иной должен удовлетворить. Если человек сам был бы в состоянии насытить этот духовный голод, то, разумеется, он бы это сделал. Но он не в силах это сделать. Кто-то другой должен посодействовать ему. Эта алчба и жажда говорят о отчаянной нужде человека. Они говорят о моей полной беспомощности, как грудное дитя не может самого себя насытить без матери. В точно таком же безнадежном состоянии человек удовлетворит свою алчбу и жажду по Боге. Но посмотрите, как невозрожденный человек-религиозник надеется, что он все же сможет удовлетворить эту жажду своей религией или своими добрыми делами. Как верно сказал пророк Иеремий, лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Так некогда думал апостол Павел. Он надеялся своей праведностью удовлетворить эту жажду. Но он узнал, что ему нужна не своя праведность, а праведность Христова. Поэтому он говорит, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не своей праведностью, которой от закона, но с тою, которой через веру в Христа с праведностью от Бога по вере». Возлюбленные, все остальное суррогат и не может насытить душу человека. Один Христос может исполнить, насытить и удовлетворить жажду бессмертной души. Вы помните, когда блудный сын начал нуждаться, то он сперва принялся наполнять чрево свое рожками, которыми питались свиньи. Нам не сказано, как долго продолжал он есть эти рожки, но сказано, что когда он пришел в себя, тогда он начал умирать от голода, выражаясь его же словами. И только тогда встал он и пошел к отцу своему, да, когда он начал умирать от голода. Нуждаться недостаточно. Человек, когда начинает чувствовать, что так заголодался, что умирает, если ему не будет оказана помощи, такой человек, говорит Христос, воистину блажен, ибо он насытится. Грешник должен увидеть, что его праведность недостаточно, что она ложная, негодная и как запачканная одежда перед Богом. Человеческая праведность подобна рожкам, которыми не может насытиться бессмертная душа. Когда он будет испытывать в себе такое чувство отчаяния, такое состояние греховности, нищеты и ноготы перед Богом, когда он будет чувствовать, что он умирает от голода, тогда, по словам Христа, он насытится. Этот человек воистину блажен. Далее мы замечаем, что этот голод есть вопль пробужденной души об Избавителе, о Спасителе. Когда грешник видит весь ужас своего греха и никак не может от него освободиться, он совершенно без надежды и без силы что-либо сам сделать и потому взывает к Богу о помощи, то это и есть тот голод и та жажда, о которой Христос тут говорит. И воистину счастлив тот, который так жаждает и так алчает, ибо он насытится благодарение Господу. Да, возлюбленные, в этих словах мы находим ясное представление о том, в чем заключается благая весть. Заметьте также, что это четвертое блаженное Христово, произнесенное о жаждущих и алчащих правды, отвечает на все возражения людей против евангельского учения о спасении. Интересно отметить, как люди реагируют, когда им представляешь спасение по вере. Обыкновенно у них два возражения, и почти всегда эти возражения приводят те же самые люди. Когда им говоришь, что спасение дается только по благодати, что это дар Божий, который грешник никак не может заслужить, но должен принять верой, то они сразу возражают и говорят, что это слишком легко и просто. Не может быть, чтобы Бог больше ничего не требовал от нас. Потом, когда ему кажут, что спасение должно быть таковым, потому что требование Божие не менее абсолютного совершенства, тогда они говорят, что мы делаем спасение невозможным. Как можем мы быть полностью оправданы и быть подобны Иисусу Христу? Ведь это невозможно, говорят они. Да, праведность Божия в конечном итоге значит уподобиться образу и подобию Иисуса Христа. Если мы желаем предстать перед Богом и вечно пребывать в Его присутствии, то мы должны быть подобны Ему. «Будьте святы, ибо Он свят», говорит Христос. Никто не может устоять в присутствии святого и праведного Бога, если в Нем имеется малейший порог или пятно. Бог требует праведность, которая абсолютно совершенная, и без этой праведности никто не увидит Бога. И вот этой праведности мы должны достичь. И, конечно, когда мы, наконец, готовы признать, что Ее мы сами заслужить никак не можем, но должны Ее принять как нищие, только тогда она дана будет нам Богом. Поэтому те, которые поняли значение Божьей праведности и Ее требования, никак не могут возражать, что спасение слишком легкое, ибо они знают, что без этой праведности они остались бы без всякой надежды погибшими грешниками. Поэтому возражать, что спасение слишком легкое или что оно слишком трудное и недоступное, значит признаться, что я вовсе не христианин. Христианин тот, который знает и убежден, что спасение самому невозможно, но благодарит Бога за благодать Божию, который может нас оправдать и дать спасение, и что это дар Божий. Поэтому блаженны те, которые жаждут и алкают правды, ибо они насытятся благодарению Господу. О, мой друг, я спрашиваю тебя, жаждешь ли ты правды Божьей? Пришел ли ты к состоянию блудного сына? Когда он говорит, я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему. Этот голод был началом его спасения, ибо блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Я погибаю, умираю от голода, а у отца самый меньший слуга избыточествует хлебом. Поэтому тот, который пришел к Христу и нашел у Него спасение и насыщен от небесного стола, он знает, что он спасен, что грехи его прощены, и что он оправдан целиком Христом. Все это происходит немедленно. В тот самый момент, когда грешник верой принимает спасение, Бог сам насыщает его хлебом жизни. Он теперь чадо Божие. Не будет таковым, а он есть Дитя Божие. Но, возлюбленные, отметьте, что хотя оно и произошло мгновенно, при возрождении, это алчба и жажда, теперь принимает новое значение для чада Божия. Этим я хочу сказать, что Дух Святой желает совершить в нас нечто еще глубже. Он жаждет избавить нас не только от вины и греха и от вечной погибели, но и от власти греха. Один из убедительнейших признаков, что человек рожден свыше, что новое творение – это постоянно возрастающая в нем жажда и алчба стать более и более подобно своему спасителю Иисусу Христу. И поскольку мы жаждаем и алкаем этого освящения, тем более Дух Святой может нас исполнить. Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Да, только они исполнятся. Тот, который в нас производит эту жажду и алчбу, он же ее и удовлетворит. Слава ему! Возлюбленный – это Дух Святой, который производит в нас и хотение, и желание, и действие по своему благоволению. Он войдет, он будет пребывать в нас, и он нас исполнит. Поэтому блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Но это обетование полностью и в совершенстве исполнится вечности. Придет день, когда все те, которые во Христе и которые принадлежат Ему, будут стоять в присутствии Божьем, не имеющими ни пятна или порока, или чего-нибудь подобного. Все недостатки будут упразднены, и они будут новыми, совершенными людьми, обличенными в новом теле, как прославленное тело Христа. Мы будем стоять в присутствии Святого Бога, совершенными, как телом, душой и духом, и это совершенство мы имеем теперь во Христе Иисусе. Заметьте, тут мы видим парадокс христианского опыта. Апостол Павел, будучи в теле, говорит, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед. А немножко дальше он говорит, и так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Что он хочет этим сказать? Сперва он говорит, что он стремится к совершенству, то есть, он его еще не достиг. И тут же он добавляет, кто из нас совершен, так должен мыслить. Не явно ли это противоречие? Нет, возлюбленный, христианин он совершен, и в то же время он еще будет совершен. От него пишет Павел Коринфианом, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Да, во Христе я совершен, но в то же время процесс совершенства во мне должен продолжаться. Я не говорю, что я уже достиг или усовершился, но я стремлюсь к цели, так говорит апостол Павел верующим, которые уже оправданы и потому совершены во Христе. Видите ли вы, христианин это тот, который в то время, когда он жаждет и алчует правды, он уже оправдан и он уже насыщен. И чем больше он исполнен и насыщен, тем больше он жаждет и алчует. Это и есть благословенный парадокс христианского опыта. Мой друг, ты никогда не будешь исполнен, пока ты не возжаждешь от всего твоего сердца правды Божьей. Если ты еще не оправдан Христом, ты еще не имеешь радости спасения, то прошу тебя, не ищи самой радости, не жаждай даже благословения, но жаждай правды Божьей, то есть быть в правильном взаимоотношении с Ним. Это главное. Грех Царства Небесного не наследует, поэтому ищи прощения и очищения от твоего греха. Жаждой этой Христовой праведности и кровь Иисуса Христа очистит тебя от всякого греха. А если ты чадо Божие, то верный признак, что ты воистину возродился, это жажда и алчба еще глубже познать твоего Господа. Если человек перестает просить больше, то можно сомневаться, что он вообще получил чего-либо. Блажен тот человек, который, вкусив, как благ Господь, продолжает жаждать и алкать, чтобы еще больше и больше познать Христа. Такой будет все время насыщен и исполнен Духа Святого, и он может сказать вместе с псалмопевцем, чаша моя преисполнена. Поэтому весь секрет быть исполненным Духа Святого это жаждать и алкать больше и больше правды Божьей. Мой друг, исполнен ли ты? Блажен ли ты? Жаждаешь и алчаешь ли ты больше от Бога? О, какое чудное обетование дает нам Господь, блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Продолжение следует...